В Чувашии стартовал пилотный проект авиаперевозок. За достаточно небольшие деньги жители республики могут добраться в Уфу, Самару, Санкт-Петербург и Москву. Половину стоимости билета оплачивает государство. Полеты выполняются на девятиместном легком одномоторном самолете. Экономия времени и денег ощутима, отмечают пассажиры. У вас ощущения вообще? Хорошие, хорошие. Как А2 раньше было. Вот такая машинка. Часто летаете? Да, часто приходите. Еще один проект, который заявили в 2013 году строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань протяженностью 770 километров. Остановка запланирована и в Чебоксарах. По новой магистрали могут быть запущены поезда Сапсан и скорые электрички. При строительстве ВСМ-2 заинтересованные стороны будут учитывать все аспекты. Экологию, охрану объектов культурного наследия, коммунальное хозяйство. Важная тема – регулирование земельных и градостроительных отношений, а также изъятие земельных участков. В современных условиях необходимо решать и проблемы безопасности. Под конец года в России произошли сразу два теракта. Глава Чувашии направил телеграмму губернатору Волгоградской области Сергею Баженову, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими событиями 29 и 30 декабря. С глубокой скорбью народ Чувашии воспринял известие о гибели людей в результате двух взрывов, произошедших в Волгограде. В эти новогодние праздники службы правопорядка переведены на усиленный режим. Ну, хотелось бы, конечно, призвать самих горожан, само население Чувашской республики, чтобы были бдительны, чтобы, если где-то что-то видят подозрительное, предмет человека, чтобы они сразу оперативно проинформировали наши правоохранительные органы, прежде всего, полицию. Потому что сотрудники, они у нас везде есть, где массовое пребывание людей. Также силовики призвали всех жителей Чувашии быть внимательными к своим соседям, не оставлять детей без присмотра и с особой осторожностью обращаться с огнем и петардами.